Друзья, всем привет! Время 7.00 и Шанс Билл в прямом эфире. Присоединяемся к нам на эфир. Две минутки организационных, которые я хочу вам сказать. Сегодня наш второй эфир по коронавирусу. Это продолжение. На прошлой эфире мы говорили об анализах с врачом-диагностом Белоусовой Ириной Николаевной. Мы обсудили, в каких случаях назначают какие анализы. Мы говорили про точность диагностики различными методами. И напоминаем вам, что если вдруг вы не успели посмотреть этот эфир, он у нас есть в ленте. Сегодняшний эфир мы тоже сохраним. Часть номер 2 будет касаться лечения. Сейчас я присоединю нашего доктора, который сегодня будет в эфир. Пожалуйста, кто уже присоединился, напишите плюсик или сердечко, или как-то нам маякните, что нас слышно и видно. Мария Евгеньевна. Здравствуйте. Наталья Александровна. Рада вас видеть. Да, аналогично. Наши виды, чтобы нас было так. Пишем, пишем. Видно, слышно нас, чтобы мы долго не затягивали. Вот, смотрю, сердечки к нам полетели. Прекрасный вечер, чтобы поговорить еще раз о коронавирусе. Друзья, поставьте нам, значит, давайте не плюсики, а что-нибудь минусики. Те, кто не смотрел эфир первый, чтобы мы понимали, что будут вопросы, возможно, повторяющиеся. Напишите минусики, что вы не смотрели эфиры предыдущие по коронавирусу. Что у нас сегодня будет интересного, Мария Евгеньевна? Мы сегодня будем говорить о том и этом вирусе. У нас с прошлого эфира осталось очень много вопросов, которые Ирина Николаевна адресовала тебе. И говорит, что это я не вижу, ничего не знаю, как это выглядит с клинической точки зрения. Могу только по лабораторной диагностике сказать. Поэтому предлагаю начать наш эфир, объявить его открытым. И единственное, у меня организационный еще такой вопрос. Значит, у нас в чате не очень видны ваши вопросы. То есть они уходят в ленте. Поэтому давайте сегодня постараемся задавать вопросы через вот этот вот, скажем так, через вопросник. Он у вас выглядит в виде диалогового такого окошечка со знаком вопроса. Постараемся, если увижу в ленте, буду задавать вопросы. Если не увижу, извините, пишите лучше туда. Он там сохраняется, и мы, соответственно, не пропустим ваш вопрос. Итак, что интересно, у нас важные вопросы, которые мы должны обсудить. Это начнем тогда с вопросов, которые были на прошлом эфире, которые все-таки нужны, ну да, там, по традиции. Люди ждут. Люди ждут, да, все-таки целую неделю ждали. Мария, скажи мне, пожалуйста, вот самый частый вопрос, который люди задавали, я думаю, что он интересует, насколько часто переходит все-таки коронавирус в ФИП и с чем это может быть связано. Ну, мы, понятно, будем говорить о статистике какой-то, может быть, мировой, может быть, твоим наблюдением. Всем интересно, естественно, что-то поближе к истине, с которой мы столкнулись. Ближе к России, понятно. Ну, смотрите, есть статистика, она складывается из данных на мировой и именно российской ветеринарии. Чаще всего, точнее, знаете, как подают врачи, если они занимаются этим, есть определенный сайт, они подают туда информацию, и статистика абсолютно средняя, потому что мы не знаем, страны третьего мира, в Европе, врачи не все этим занимаются. В среднем переход вот этого мутации вируса кишечного в вирусный перитонит, это одна кошка на 5000 экземпляров. Но здесь надо обговаривать такие моменты, что если у кошек прайд большой, да, это касаемо зооволонтеров, это касаемо заводчиков, то здесь риски мутации выше. И все чаще и чаще, все больше и больше врачи сходятся во мнении, что основной предрасполагающий фактор мутации из короны в ФИП – это стресс. Все, больше ничего. Вот я сейчас была осенью в конце, не помню, октября вроде, да, НВС у нас проходил, да, октября. Да, и там очень много секций, очень много моментов было уделено конкретно стрессу у животных, профилактике стресса у животных. Поэтому чем больше прайд, тем больше риски. Так, хорошо, тогда также звучал такой вопрос. Что может поспособствовать переходу коронавируса в ФИП и связано ли это с породными особенностями? Ну и, соответственно, и людей интересовало, какие чаще подвержены породы коронавирусу. Ну, знаете, как сказал один известный инфекционист, какая порода модная, такая порода чаще и встречается. Из-за количества просто, да? Да, просто из-за количества, просто из-за популяции. Вот 50% животных – это, скорее всего, порода так называемой нашей метисы, дворянские, самые-самые обычные. Вот, и также встречаются абиссинцы, конкретно в городе Москве, потому что это на данный момент сейчас модная порода. 5-6 лет назад чаще встречались британцы, шотландцы, потому что 5-6 лет назад была эта порода модная. Сейчас у нас с коронавирусом также приходит очень много котят с породы бурма. Бурма, бурманская, вот эти вот все, высокопородные так называемые. Ну, заводчики, они кумулируются в одном городе, да, и люди тоже вокруг них как бы кумулируются. Ну, как-то так. Дальше вот у нас был интересный вопрос по поводу теории. Рациона обновления клетокишечника способствует быстрому введению коронавируса и разорганизма, и якобы вот эта вот теория существует. Что ты о ней слышала, и существует ли она это действительно или как доказано? Ну, смотрите, вирус этот тропичен к клеткам кишечника, да, и проявление коронавируса, да, выход коронавируса, он связан как раз с обламыванием вот этих вот ворсинок в кишечнике и вот миграция вируса. Миграция вируса может быть как постоянной, так и по параболе, выделяет, не выделяет. Сказать, выделяет на данный момент кошка или нет, это достаточно сложное исследование, потому что надо раз в неделю сдавать титр. Это для многих владельцев это дорого, и проводить такие серьезные исследования в пределах, как бы, да, там даже небольшой популяции, это затратно. Ну, тогда у меня следующий вопрос, выходящий из этого. Как же, собственно говоря, жить с этим гастроэнтеритом, и какие советы дают врачи, когда, в общем-то, подтверждается вот этот диагноз? Да, вот самое главное, как с этим жить. Скажите, пожалуйста, мне кажется, вот популяция людей в 95% случаев больна герпесвирусом. Обычным, вот этим, который у нас проявляется, да, на губе. Так вот, у кошек тоже 95% кошек имеют носительство коронавирусного гастроэнтерита. Если у вас скачала лихорадка, вы собираетесь умирать? Никто не собирается. Вот, это просто проявление. А коронавирус, диарея при коронавирусном энтерите, при кишечной форме, это тоже проявление коронавирусной инфекции. И всё. С этим надо просто жить. Лечим мы этот диагноз только тогда, когда у нас есть очень тяжёлые потери жидкости с рвотой, с диареей, с анорексией. Кошкам нельзя не есть больше суток-полутора. Только тогда мы начинаем лечение сопутствующей капельной инфузии. К сожалению, никаких зарегистрированных препаратов противовирусных нет, которые помогают в угнетении данного проявления, как бы, да, кишечного коронавируса. Поэтому это только симптоматика, хорошие, качественные корма, профилактика стресса, ну и любить. И всё. Я поняла. Поэтому коронавирусный гастроэнтерит – это не приговор. У собак, кстати, он тоже встречается, проходит абсолютно спокойно. У людей тоже есть коронавирусный гастроэнтерит. Он проходит в течение двух-трёх дней, и многие люди об этом даже и не знают. У морских свинок есть коронавирусный гастроэнтерит. Ну, кошкам почему-то не повезло, по какой причине их коронавирусный гастроэнтерит мутирует в перитонит, никто не знает. И когда учёные найдут причину этого, вот это будет просто открытие. Я поняла тебя. Скажи, пожалуйста, так можно всё-таки вылечить или предотвратить уже ФИП непосредственно, когда он уже мутировал? Сейчас я вам скажу одну шикарную новость. В этом году в Калифорнии летом 2021 года была очень серьёзная конференция инфекционистов, и было очень много исследований по так называемому экспериментальному лечению вирусного перитонита, и данное заболевание признали излечимым. «Ура, ура, товарищи!» Но, к сожалению, как любое заболевание, которое только-только у нас начали лечить, это дорого. Дорого в плане того, что стоимость лечения кошки может на российском эквиваленте достигать от 150 до 300 и 500 тысяч рублей, но у нас нет, к сожалению, препаратов, которые ей разрешены. Всё это экспериментально, и здесь владелец животного и ветеринарный врач, они должны как бы... Мы не можем рекомендовать, но не мы можем сказать, так, всё, быстро покупаем, лечим. Здесь наши рекомендации. Если владелец на себя берёт ответственность за применение его животному, препарат, который у нас не зарегистрирован в России, мы, конечно, поможем, потому что хорошие очень прогнозы на выздоровление. 85% животных выздоравливают абсолютно, теряя клинические проявления вирусного перитонита. А это жидкость в животе, это серьёзные изменения по крови, это анорексия, это летальный исход. Вот год назад это был летальный исход, два года назад. Сейчас с этим лучше, но... Какие тенденции есть, что говорят специалисты, в том числе и на конференциях? Есть ли вообще какие-то же возможности, что этот препарат будет зарегистрирован для ветеринарного применения и будет поставляться вообще официально в России? Смотрите, та фирма, которая первично разработала этот препарат, GS441, да, это фирма Mution. Она, к сожалению, на данный момент, на осень 2021 года, она прекратила своё существование. Сейчас, да, да, наверное, деньги кончились на исследование такой серьёзной проблемы. Остались китайские дженерики. Их уже пять в виде инъекционной и три в виде таблетированной формы. Вот. Врачи многие уже занимаются исследованием, да, экспериментально ставят лечение, дабы животным помочь. Поэтому, мне кажется, мы вместе с владельцами должны разделять вот это вот, как сказать... Бремя, да, тяжёлое бремя ответственности и понимать, что необязательно препарат может сработать. И очень важно, чтобы лечением данного заболевания занимался инфекционист, квалифицированный доктор. Объясню почему. Потому что есть высокие риски нарваться на совсем китайские дженерики. Дженерики китайских дженериков. Вот есть у нас, да, китайское производство, грубо говоря, заводское, а есть вот там подвальное. Да, вот чтобы вот на подвальное не нарваться. Потому что есть такие таблеточки из Китая. Сейчас я скажу даже дословно, как он назывался. Таблетка для улучшения состояния ФИПа. Прям перевод. Улучшение состояния ФИПа. Что там в этой таблетке, никто не знает. Что туда запихнуто, никто не знает. Вот. Вот с нами наши слушатели делятся. Ну а какие ещё варианты при ФИП умирать или рискнуть? Знаю вылечившихся животных. Ремиссия уже год и больше. Сейчас лечим котика знакомы. 13-й укол, уже есть положительная динамика. Вот, собственно говоря, уже вот такой вот долг. Да, динамика очень хорошая. Инфекционисты, с которым я общаюсь, у них прям клёвые результаты. Вот это важно. Если владельцы понимают ответственность, да, там в чём проблема лечения вирусного перитонита? В том, что это долго. Это 84 дня. Это 12 недель каждый день. Желательно в одно и то же время, ну с расходом хотя бы там в час, надо делать кошке уколы. Укол болезненный. Укол очень плотный. Надо правильно делать. Поэтому немногие на себя могут взять такую ответственность и вот заниматься этим. А так, да, у меня были пациенты, которые после третьего укола начинали есть, пить, хорошо даже себя начинали чувствовать. К 20-му уколу шикарно. Вообще никаких проявлений, даже жидкость, вот ни каплюшечки жидкости, даже остаточного количества жидкости ни в брюшной, ни в грудной полости не было. Ну понятно. У нас есть вопросики, Мария. Значит, по поводу, вот мы говорили про кормление, да, и спрашивают, значит, какие корма можно считать качественными и что в составе должно обращать на это внимание? Ну смотрите, качественные корма – это хотя бы средний класс, премиум. Для кошек, например, имеющих коронавирус, в моменте обострения я рекомендую гастроэнтерологические корма, потому что эти корма, они легко всасываются. Там короткая белковая молекула, и она при нарушении всасывания в кишечнике абсолютно легко проходит вот этот вот барьер там специальный между клеточками, да. Хорошие корма, ну, постараться не кормить вискос, китикет, вот такого вот плана, прям совсем-совсем экономно. Я понимаю, это все равно индивидуально, в зависимости от того, в какой стадии сейчас находится животное лечение, теряя их корон, какие проявления? Конечно, конечно. То есть это в любом случае рекомендация будет именно в ветеринарном месте? Да, конечно, лучше прийти на приемы, подобрать корм, важно, чтобы белок в этом корме был хотя бы там 33-35 содержание. Вот, это считается корм достаточно хороший. Надо смотреть состав. Не факт, что есть в корме, да, наши производители напишут на упаковке. Вот, я, например, есть определенные линейки гастроэнтрологических кормов, я прям пишу, аж 6 наименований владельцы выбирают сами, потому что кошкам очень важны вкусовые моменты, да, они какой-то корм едят с удовольствием, от какой-то, который может стоить в 2-3 раза дороже, они придут, понюхают, скажут, нет, спасибо, до свидания, я такое не ем. Да, поэтому врачи рекомендуют брать сначала маленькую упаковку, чтобы не... Маленькую упаковку попробовать, да, потому что кошки, они очень, они очень-очень подвержены стрессу, для них очень важно, чтобы было все, как было. В их расписании ничего не должно не меняться, да. Поэтому вот стресс в жизни кошки, это один из основополагающих факторов мутации. Так, вот вопрос, можно ли перечислить нормальных, вернее, нормальных, название нормальных дженериков? Название нормальных дженериков, это... Можно я вам немножечко дам ссылочку, если вы подписаны, если вы есть на Фейсбуке, есть группа, называется Воины ФИП. Это люди, владельцы, зооволонтеры, там же находятся врачи, инфекционисты, многие наши известные личности в ветеринарии, они состоят в этой группе, и там все дженерики с их названиями, где купить, по стоимости, по составу, все расписано там. Вот, поищите, пожалуйста, потому что я помню основные, да, которым у нас врачи работают, это Лаки и Спарк. Я поняла. Маша, еще такой вопрос тоже был вот сейчас у нас задан. Какие наследственные предрасположенности вообще замечаются при переходе именно коронавируса ФИП? Есть какие-то исследования или какие-то доказательства? Наследования нет, понимая. Чаще всего, как бы, да, встречаются... Многие заводчики, многие люди, да, покупают себе котенка не просто, чтобы котенок, он еще был красивый и очень пользуются успехом. У нас достаточно такие, как сказать, ослабленные цвета. У кошек, да, британцы, это лиловый, это серебристый, это шиншилла, они более предрасположены к дерматологическим заболеваниям и они более, как бы, искусственно выведены, а все искусственно выведено не имеет достаточно, как бы, хорошего иммунитета. Я не знаю, почему этим котятам так не повезло, но вот это касаемо британской породы. Это определенная тенденция к тому, что окрас будет ослаблять, в общем-то, и, соответственно, это связано с тем, что будет животное подвержено большему риску заболевания. Да, абсолютно. Но, знаете, есть такая теория, что если ваша кошка, которая больна коронавирусным гастроэнтеритом, родила котят, и если этих котят забрать на искусственное вскармливание сразу после рождения, то кошка не успеет котят заразить коронавирусным гастроэнтеритом. Вот, и котята могут быть абсолютно стопроцентно чистые. Потому что у нас, так как у нас коронавирусный гастроэнтерит передается орофекальным способом, да, кошка полизала, сходила в туалет, полизала себя, а потом у нее за котятами идет активный уход. Она их вылизывает полностью. И мордочки, и пузики, и стимуляция языком пузика для того, чтобы котята сходили в туалет. Это норма, это так заложено природой. Но если вы хотите, чтобы ваши котята, как бы, да, и у вас есть время, возможности взять детенышей на выкорм, чтобы они были чистые от коронавируса, это одно. Но есть огромное-огромное но, которое противопрямо вот эту теорию прям разбивает практически в ноль. Кошка за кормление молоком, она передает котятам кластральный иммунитет, самый-самый сильный иммунитет, который есть в организме любого живого существа. И если котята не получат это молозиво, не получат этот иммунитет, то риски заболевания другими инфекционными инфекциями они повышаются в несколько раз. Поэтому здесь такой очень большой вопрос. И коронавирусную инфекцию можно принести на ногах. Вы, да, убрали котят, вырастили абсолютно здоровыми, забрали новые владельцы, а вы на руках, на ногах принесли, потому что она очень устойчивая в калии, и котята пробежали, понюхали вашу обувь и натип получите. Я поняла. Маша, мы еще говорили по поводу диагностики в прошлый раз. Я правильно понимаю, что есть определенный алгоритм, например, твоего лечения, когда люди обращаются. И расскажи вот кратко, как часто, например, уже выявлен... Еще раз я хочу повторить о том, что мы говорили с Ириной в том числе. И я думаю, что ты подтвердишь, что мы не лечим анализы. Мы не лечим никогда анализы, потому что это всего лишь бумага и цифры. Мы лечим всегда животное. Если у вас... Вы сдали анализ вашей кошечке, котику, и у него максимальное количество титра, антител коронавируса, а при этом кот носится, ест ему шикарно, как бы, да, если животное себя чувствует хорошо, это вообще ничего не значит. Это никакой не ФИП. Это просто в данный момент кошка может выделять кишечный коронавирус. Все. На этот моменте, как бы, да, это могло пройти даже после вот этого разового поносика. Это может быть до начала диареи. Поэтому... Я правильно понимаю, что вот если владелец сам... Ну, так возникло там, так случилось, что он сам решил сам сдать этот анализ, получил, дальше его, естественно, посещает паника, он обязательно должен пойти к врачу, не сделав никаких неправильных выводов, и понять, что делать дальше. Через какое время сдать, чтобы не начать паниковать и где-то искать информацию? Значит, смотрите, диагностика коронавирусного гастроэнтерита, она состоит из нескольких пунктов. Это клинический анализ крови, биохимия, мазок на антитела, ПЦР коронавируса и УЗИ. Вот это 5 пунктов. И доктор, посмотрев на все эти моменты до обследования, может сказать, мне не нравится по УЗИ увеличение лимфоузлов, мне не нравится по УЗИ наличие следов свободной жидкости, мне не нравится в биохимии повышение белка, мне не нравится в клиническом анализе крови снижение лимфоцитов. Мы можем говорить о том, что вы, возможно, имеете сухую форму вирусного перитонита или так называемого пиогренолематозного полисерозита, это правильное название данного заболевания. Приходите, пожалуйста, к врачам, не занимайтесь самолечением, причем это самолечение будет очень-очень дорого. Не у всех животных, которые имеют жидкость в брюшной, в грудной полости, есть вирусный перитонит. Причиной асцита может быть проблема с почками, проблема с печенью, проблема с сердцем. Надо понимать, надо дообследовать. И только ветеринарный врач, обследовав, получив анализы, расспросив вас анамнез, как чувствует себя животное, с чего, какие жалобы. Рассказав ему все-все-все, он может предполагать возможные дифференциальные диагнозы. Вот. И только после этого мы можем уже говорить о том... Я понимаю, что часто картина, которая была изначально, она смазана, потому что сначала не заметили, не придали значения, потом дали какую-то таблетку, потом прошло какое-то время, связать вот это, потом поменяли корм и так далее. Дальше решили сами сдать анализы. Мы все прекрасно понимаем, что экономическая составляющая, она здесь присутствует. Все прекрасно понимают, что поход к доктору, естественно, включают алгоритмы. Но мы и работаем в ветеринарной медицине для того, чтобы работать, грубо говоря, по протоколам, но тем не менее, следовать определенные специфики и направления в диагностике, чтобы нам ничего не упустить. В целях экономии иду, сдаю, выбираю сам результат, анализ, который мне необходимо сдать. Дальше начинаю что-то предпринимать, и в итоге круг этот увеличивается, я так понимаю, по времени. И вот приходит уже тогда, когда картина смазана. И вот то, что ты говоришь, получается, опять нужно сдавать все заново, ну, потому что что-то было не сдано, да. И это, получается, уже не совсем экономия, и время потеряно. Да, я бы рекомендовала, если ваше животное, как бы, да, есть неоформленные каловые массы в течение трех дней, если есть эпизоды наличия крови в кале, если есть эпизоды повышения температуры, вялости, рвоты, и отказ от еды, конкретно у кошек, более суток-полутора, обязательно обратиться к врачу. Вы этим сэкономите себе первое время, второе нервы, третье деньги. Потому что наличие крови в кале, да, это может быть, на фоне диареи, это может быть банальный гельминтос, что вы забыли, когда кошке давали, да, весной дали, потом вы съездили на дачу, привезли кошечку, кошечка себя чувствует хорошо, ближе к зиме появилась кровь в кале. И первый вопрос, один из самых первых вопросов, который задает ветеринарный врач на приеме, когда животное прогельминтизировано, когда получал таблетку от глистов. И чаще всего после симптоматической терапии и дегельминтизации, профилактической, симптоматика крови в кале уходит, и стол нормализуется. Маша, вот тут еще вопрос, я, правда, не совсем его как-то могу сейчас осознать. Есть ли корреляция между титрами корония и мутацией в ФИП? Вот я уже говорила об этом, что когда врачи найдут вот эту вот причину, вот этот вот переломный момент, когда кишечная форма по какой-то причине начинает мутировать, да, переходить в сухую форму вирусного перитонита, это будет, мне кажется, если была бы Нобелевская премия в ветеринарной медицине, она была бы прислуждая этому врачу. Нету, к сожалению, таких тестов, нету. Еще раз повторюсь, высокие титры коронавируса, это не значит, что у вашего животного есть вирусный перитонит. Там очень-очень много «но». Маша, еще такой вопрос был тоже на прошлом эфире, я думаю, что он тоже будет интересовать. Дорогие друзья, не забывайте, что в специальное окошко для вопросов мы ждем ваши вопросы, а пока мы разберем другой. Ну, вернее, ответ получим от Марии, который был задан на прошлом эфире. Про COVID-19. Мне кажется, только ленивый. Тебе не задают этот вопрос. Уже полтора больше года мы живем, да? И полтора 18 ноября текущего года коронавирус SARS-19 у нас отметил свое двухлетие. Точно, два года получается. Ну, я имею в виду тому моменту, когда узнали об этом мы и начали вообще как-то серьезно к этому относиться. Естественно, за это время наши знакомые, наши пациенты, которые приходят на прием, уже кто-то с этим столкнулся, кто переболел. Соответственно, у большинства людей есть и собаки, и кошки. Нас интересует статистика. В итоге все говорят, что были уханьские кошки, потом были тигры в зоопарке, потом были несчастные норки, там, по-моему, где-то в Дании, которых там забили на ферме. И, в общем-то, придумали эту вакцину. Вот я хочу поговорить именно об этом. Есть ли какая-то статистика или вообще хотя бы... Ну, вот давайте так... Представим, что это будут такие слухи на приеме. Вот приходит человек, тебе, естественно, интересно. Сами болели, и вот какие-то проявления у животного. Люди все равно тревожные, спрашивают, я вот сам болел, только недавно вот что-то с кошкой стало. Значит, смотрите, в начале вот этой пандемии, вот этого дурдома было страшно работать. Когда люди приходили, сажали животное, говорите, так, у него коронавирусный, гастроэнтерит, усыпите его. И мы рассказывали практически на каждом приеме, у тех животных, у которых коронавирусный гастроэнтерит, мы рассказывали, что это абсолютно другое заболевание. Это было страшно, мы очень многих переубедили, но сколько животных было выкинуто на улицу, это страшные цифры. Значит, 21 июня 2021 года в журнале «Emanaging Infection Disease» были опубликованы исследования я конкретно по прививаемости по передаче вируса COVID-19 животным. Значит, это была репликация вируса на клетки разных видов животных. Так вот, он привился только к обезьянам и к кошкам. Причем дальше он не мутировал. Он привился и как-то само-само-само-само потом устранился, как говорится. Исследования, если вас интересуют, есть такие исследования в интернете, открытая абсолютно группа. Вот, еще раз повторюсь, «Emanaging Infection Disease» 21 июня 2021 года. Там очень сложно, очень много сложных слов, как они проводили эти исследования, но было доказано, что не человек, кошку, может заразить COVID-19. Могут быть респираторные проявления. Но сложного течения, как у людей, такого нет. И обратно, по-моему, невозможно. И обратно нет, потому что вирус на клетках кошки, он, как бы сказать, ну, помирал, что ли, если просто совсем. То есть люди, которые приходят на прием, переболевшие, ну, например, вот я могу рассказать про свою. У меня кошки, 17 лет. Естественно, сказать, что она молода, и, ну, я считаю, у нее хороший иммунитет, и, в общем-то, у нее никаких признаков заболеваний нет. Честно говорю, не сдавала ей на коронавирус регастринтериент анализ, ну, вроде бы и причин особо никогда не было. В январе этого года я лично переболела, соответственно, изолировалась, и кошка была со мной все это время, не отходила. Она лежала на мне, она лежала подо мной. Рядом она приходила. Рядом никаких проявлений вот 17-летней кошки не было, ну, даже ни на минуту. Она не стала вялой, она не чихала, ничего. То есть я так понимаю, что у большинства людей, вот меня интересуют те, кто нас слушает. Напишите, пожалуйста, замечали ли вы, что если у вас есть такая информация, или вы болели, или ваши какие-то родственники, которые имеют, например, кошек, ну, раз мы сегодня про кошек говорим, какие-то вот респираторные проявления именно в период болезни, когда вы болели коронавирусом. Мы сейчас говорим про COVID-19. У меня когда тоже болело, у меня тоже кошка была рядом, с учетом того, что она у меня после пролеченной панликопении, а это животное, которое с хроническим, да, с хроническим заболеванием кишечника, вот, ни разу не чихнула. А вот подруги сфинкс, они всей семьей болели, она говорит, она мне позвонила, говорит, Маша, что делать? Он не ест. Я говорю, в плане не ест. Он говорит, он подходит к еде, говорит, пытается ее нюхать, и он понимает, что никак. Я говорю, так, грей нос и промывай, и все. Скорее всего, какие-то моменты респираторные. Это совсем такие, как бы, есть планета кошек, а есть планета кошек сфинкс. Да, вот пишут, что болела дождь два раза, с котом все отлично. То есть, наблюдений таких, что кот при этом как-то мог плохо себя чувствовать, нет. Кто-то пишет, что мы не болели, и коты тоже. Ну, соответственно, если вы не болели, то и коты, ваши, собственно говоря, не болели. То есть, сейчас некоторые государственные станции уже закупили эти вакцины. Мы не знаем, насколько они будут обязательны, но есть ли кто-то среди наших слушателей, которые уже привили, например, своих животных от COVID-19? Вы знаете, я на одном сайте, где я для себя заказываю препараты, вакцины, расходники. Я там увидела уже вакцина, называется Кови... 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 Что-то, да, вот такое. Это баночка 50 миллилитров с розовой жидкостью. Вопрос. Производство наше. Да. Что же там за вакцина и на кого она рассчитана? Если это будет как обычная вакцинация от обычных, да, наших вирусов, которые, ну, стандартные, ринотрахи, кальцевироз, панликопения, они каждый в своем флакончике, одна доза, ну, а здесь флакон 50 миллилитров, ну, как-то... То есть, когда на группу... Вот кто-то пишет, что сильно болел в прошлом году, кошки были со мной, никаких проявлений не было. Ну, все мировые, да, в СМИ и вся статистика пока, поэтому клиники большинство не закупает, не сталкиваются с этим. И как мы два года назад запустили флешмоб о том, что COVID-19 животные не болеют, ну, собственно говоря, обнаружение – это одно, болезнь – это другое, да, так же, как мы говорили, если обнаружен коронавирус, это не значит, что это будет обязательно болезнь. Это не значит, что будет ФИП обязательно. Да. Мне вот интересно, эта прививка от COVID-19 не может ли защищать и от кошачьего коронавируса, хотя бы отчасти? Если да, то чего раньше ее не изобрели, потому что это никак людям не угрожало. Коронавирусов очень много. Какая прививка, да, здесь вопрос, какая прививка, я немножко не поняла вопрос, который вот сейчас от коронавирусного, от COVID-19, вообще, вы знаете, что человеческий коронавирус, первая прививка была разработана в 80-м году, 1980-м году. Коронавирус был всегда, здесь просто прошла мутация. Если посмотреть по заболеваемости вообще во всем мире, в начале 20-го века была грипп испанка, да, это пандемия, в начале 18-го века была, что у нас там, чума, вот, это просто мутация вируса, организм либо к ней адаптируется к этому вирусу, либо, к сожалению, не адаптируется. Как сказала филинолог Ольга Ситковская, она сказала на одной из ветеринарных конференций, что, говорит, через 20 лет коронавирус гастроэнтерит у кошек будет у 100% животных. Оно будет просто как сопутствующее заболевание без, возможно, даже без мутации ФИП, потому что у природы есть такой момент, отбор, правильно, выживает, как говорится, сильнейший. Если у животных иммунитет слабый, он, к сожалению, эти животные умирают. И люди так же, как бы это цинично не звучало, но... Вот был комментарий, который, мне кажется, немного наш слушатель запутался по поводу, вот пишет, что коронавирус кошек про вакцинацию мы дезинформируем. Еще раз, мы никого не дезинформируем. Вакцина называется специально, не забывая, корневак, ков. Да, корневак, она есть, она разработана, но рекомендовать... зверей, собак и кошек. Поэтому мы как раз сейчас говорим о том, что зарегистрировали, но у нас в клинике нету статистики по заболеваемости, мы не определяем, мы даже тест такой не вводим, хотя тоже наборы появились, потому что мы не видим в этом на данный момент недостаточное исследование для того, чтобы мы это ввели. Просто потому, что это есть, но нам это не нужно. Но привиться от всего нельзя, к сожалению. Это понятно. Маша, у меня такой еще вопрос. Вот на твоей, например, возьмем среднестатистическую смену, как часто приходят именно к тебе на прием за последнее время, возьмем, например, за год, сколько животных непосредственно у тебя лечились от коронавируса, сколько перешли из них ФИП и сколько сейчас в периоде ремиссии. Ну так вот, просто приблизительно. Вот приблизительно я даже не знаю, как посчитать. У меня как-то Кира Борисовна, наш главный врач, считала, сколько у меня первичных приемов со средней проходимостью 40-50 пациентов в день. Ну, мне кажется, треть, даже больше, наверное, 2-3-пятых имеет коронавирусный гастроэнтерит. У меня есть животные, которые приходили с тяжелыми диареями, с тяжелыми там месяцами диареи, отказа от корма. Мы занимались лечением, животные уходили в ремиссию. Даже потом я их самостоятельно, котиков этих кастрировала, потому что доктор говорит, так, все, я больше никому, что хотите делать, с хирургами договаривайтесь. А у них были высокие титры, и 3 месяца у кошек была диарея, они были худые, они были как бы, да, с недобором веса. Сейчас все хорошо, это мои постоянные клиенты. Слава Богу, из моих пациентов за лечение больше 10 лет ни у кого коронавирусный гастроэнтерит не мутирует. ФИП, я сделала вот так, постучу по всем деревяшкам, которые могут быть. Приходили животные уже с асцитом, первичные пациенты уже с асцитом. Сколько времени он был до этого, да, то есть это как-то было не под нашим контролем. Да, да, я как-то вот такими проходящими, да, нет, вспомню, один, один котенок, который пришел ко мне на первичный прием, он, они сказали, что у них второй котенок, брат его, умер от вирусного перитонита, и этот котенок через три месяца, к сожалению, заболел, да, и это было года четыре назад, и тогда даже не было никаких, никаких вариантов, да, мы лечили симптоматически, мы лечили преднизолоном, мы лечили препаратами, как бы, да, для улучшения соматического состояния, и, к сожалению, все, вот, да, потом он умер, потому что сливание вот этой жидкости из грудной и брюшной полости, это только ухудшение состояния, потому что мы сливаем то, что вот эта жидкость в брюшной полости, это плазма крови, что такое вирусный перитонит, это, грубо говоря, это заболевание сосудов, когда у нас сосуд начинает пропускать плазму через себя, и эта плазма выходит из сосуда, по которому кровь бежит, в любую полость, в любую, в грудную, в брюшную, это может быть выпадение в глаз, да, фибрина, это может быть, ну вот, это может быть в область сердца, в перикар, да, гидроперикар, так называемый, вот. Так, у меня вот еще какой вопрос, по поводу вакцинации вообще, то есть, является ли противопоказанием, если животное находится с подтвержденным коронавирусным гастроэнтеритом, клиническое состояние его вызывает только радость и счастье, и животное молодое хочет привиться от других инфекционных заболеваний. Да, конкретно таких пациентов я перед вакцинацией прошу сдать первое титр антител, а второе клинический анализ крови, для того, чтобы я понимала, что на данный момент у него нет обострения его заболевания, что титр у нас низкий, что по клиническому анализу у нас все хорошо, и возможно, если владельцы говорят, что что-то он последние несколько дней хуже кушает, я отговариваю от вакцинации, прививаться, я еще раз и еще раз не перестану повторять, что прививается клинически здоровое животное, даже если у него есть хронические заболевания, но животное не должно последние две недели иметь обострение своих хронических заболеваний, это важно. Да, вот еще вопрос, помимо GS, что должно входить в план лечения? Я правильно понимаю, составляется определенный протокол посещения, сдачи анализов? В план лечения должно входить препараты для витаминные препараты на выбор вашего лечащего доктора, возможно, поддерживающие капельные инфузии для снятия интоксикации в небольших объемах, дабы не стимулировать увеличение асцитной жидкости. Это могут быть, если кошечка не ест препараты для стимуляции аппетита, которые выписывает ваш доктор на специальном бланке, вы идете в аптеку и покупаете, либо дает на приеме. Я, например, если у меня есть животные, которые по каким-либо причинам отказываются от еды, да, у меня есть мне владельцы, как говорится, чтобы им не лишний раз экономически не как это сказать, тратам не подвергать, да, у меня есть определенные эти таблетки, да, и я пишу, что да, одна шестнадцатая таблеточки, в упаковке там 30 таблеток, упаковка таблеток стоит тысяча рублей, нам нужна одна шестнадцатая таблеточки, чтобы кошка начала есть, у меня есть такой набор, я прям прописываю, что на приеме дано, кошки начинают есть, такие препараты тоже есть, что еще, да больше ничего, забота кошкам нужна, им очень, им очень важно, чтобы их любили гладить, когда им плохо, ну да, самое главное про стресс, вот кошке 15 лет, какие рекомендации профилактического обследования, например, сдать кровь, еще какие-то, и как часто, но у нас есть, кстати, календарь здоровья, вы, пожалуйста, нам напишите в директ слово календарь, вы пройдете по ссылочке и получите календарь, в зависимости от возраста вам будет написана рекомендация, что сдавать, как часто, как часто обрабатывать, мы специально с врачами создали этот бесплатный календарь, поэтому вы можете воспользоваться и, в общем-то, и получить его сразу, исчерпывающий ответ. Друзья, пишем еще ваши вопросы, у нас остается буквально пять минут для того, чтобы подвести сегодняшний итог. Если вам все было понятно, ставьте плюсики, сердечки, мы будем рады увидеть их в чате и понять, что вам сегодняшний эфир понравился. Если есть еще вопросы у вас, естественно, есть возможность их задать. Если вы сейчас не можете сформулировать ваш вопрос, вы можете написать под эфиром ваши вопросы, ну, вдруг что-то еще не успели сформулировать, обязательно мы после эфира вам уже ответим, возможно, в директ или напишем под постом. Кто не смотрел наш эфир по лабораторной диагностике, обязательно пересмотрите. Все понятно, вот спасибо вам, отлично, это приятно. Маш, скажи, какие рекомендации лично вот от себя ты хочешь для успокоения владельцев, которые, возможно, сейчас в растерянности, возможно, думают о том, что ой, вот теперь мне так нравились голубые какие-нибудь шиншивы, что же теперь делать. Вот какие-то рекомендации свои, как врача, который работает уже много лет на приеме, сталкивается со всякими сложностями, в общем, дай совет. Лайфхак. Лайфхак, ну, знаете, если бояться, к сожалению, оно это и случится. Если вы влюбились в этого котенка, берите его, любите, да, но если вдруг он заболел, приходите, мы вам поможем. Какие-то лайфхаки о том, что как заботиться, мы, наши все врачи дают на приемах. У нас очень часто, вот берут малыша, приходят, говорят, так, доктор, у нас все хорошо, мы просто пришли затем спросить, как делать, что делать, что покупать, какие препараты, когда обследуются. Вот это приятно, когда люди приходят за твоим мнением, они тебе доверяют, как бы, да, ты даешь свои рекомендации, приглашаешь на повторный прием, и сейчас у меня, вот, например, уже очень много животных, которых я знаю с их детства, вот с такусечкой нового возраста, сейчас это уже взрослые, там, 12-летние коты, как бы, да, я уже 14-летние коты, вот, и у них все, слава богу, хорошо. Вам просто, мне кажется, лайфхак, это найти своего врача, вот это важно, которому вы будете доверять, с которым вы будете решать проблемы своего питомца, который вам объяснит, да, хочу, почему, от чего, зачем, почему конкретно этот препарат, почему мы сдаем вот этот анализ, почему мы делаем вот эту доп. диагностику, а не просто, а, идите сдайте, значит, вот столько денег это стоит, потом придете, я вам что-нибудь скажу. Ну, понятно. есть вопрос в догонку, не совсем относящийся к коронавирусу, но я знаю, что ты знаешь ответ. Кошка лижет стены, какие анализы сдаем? Кошка лижет стены, это причина, может быть, гастрита, раз, а второе, очень, особенно если кошка лижет стены бетонные, очень важно прийти на прием. У меня были животные, которые при вылизывании бетонных стен имели в дальнейшем тяжелое отравление, которое ей приводили к переливанию крови. Здесь надо кошку обследовать, это достаточно такой специфический синдром для постановки конкретного диагноза, что вот мы полизали, это точно гастрит. Нет, кошки могут недополучать, например, какие-то микроэлементы, если у нее, например, не особо сбалансированный корм, если она питается только мясом. Вот, потому что в мясе у нас нету витаминов, ну, надо разбираться. Ну, за такой, в моей дороге не приходите, она вам... Не только ко мне, Наталья Александровна, не только ко мне, у нас все врачи очень хорошие, все врачи... Понятно. Проведите все эфиры, вот у нас тут пожелания пошли. Других вирусных инфекций или КОС, ой, сложно, конечно. Вот, кстати, хотите, я вам скажу одну небольшую новость из последнего? Значит, вот это применение, только тихо, я отчет, это прям вот, прям закрыто-закрыто, есть, да, это прям тайна-тайна, есть такие исследования, экспериментальные, вернусь опять к тому, что при введении препарата GS на фоне применения и сентрес для лечения вирусной лейкемии у кошек улучшает состояние. Вот, но это прям тайна-тайна, вот, это несколько врачей, так, как бы, свои наблюдения, свои наблюдения, это не для открытой, как бы сказать, что все, мы нашли лечение от вирусной лейкемии, но говорят, что да. Я так понимаю, что это тот случай, когда побочный эффект положительный. Да, вот, побочный эффект положительный. Вот, отлично. Друзья, если у вас уже нет вопросов, они вроде бы нет, уже пошли по желанию, мы обязательно будем проводить эфиры. Кому нужен календарь здоровья, пишите нам в директ, что вам нужен календарь, мы его вышли. Кстати, мы готовим еще один календарь по поводу обследований по нескольким системам отдельным для собак и кошек. торопитесь, скоро он, ну, точнее, не торопитесь, а следите за нас. Ждите, ждите. Ждите, да, обязательно. Будут анонсы, подписывайтесь, мы стараемся работать для вас, вас информировать, для того, чтобы вам было проще общаться с вашими питомцами, не пугаться, и будем делиться в дальнейшем. Спасибо, Маша, тебе, сильно за эфир. Спасибо большое. Приятно тебя видеть. Еще раз хочу, пользуясь случаем, сказать тебе огромное спасибо за активный вклад в работу волонтерского проекта. Спасибо. Спасибо. Сохранить здоровье животных. Ну, у нас было 9 жизней, да, кошек. Скоро мы ожидаем этот проект. В следующем году это будут собаки. В следующем году это будут собаки. Как раз у нас скоро будет собрание всех специалистов, которые будут заниматься этим проектом. Поэтому твои знания, они бесценны, твой опыт, твое общение. Я знаю, что зооволонтеры к тебе очень часто обращаются, тебя любят. Поэтому я желаю вам счастья, здоровья, отличного вечера, друзья. Спасибо. Всем хорошего вечера. До свидания. Ждем вас с новыми встречами. До свидания. Пока. Пока.